Угличскому местному отделению Всероссийского общества слепых исполнилось 70 лет. Юбилейный вечер прошел во Дворце культуры в теплой дружеской обстановке. Активистам вручили почетные грамоты и благодарственные письма. Я хочу сказать вам большое спасибо за плодотворную работу и активное участие в жизни района. Разрешите от имени главы района Анатолия Геннадьевича Курицына вручить подарочный сертификат для приобретения ноутбука. Пугличское отделение Всероссийского общества слепых действует 7 июня 1953 года. Тогда на учете состояло всего 15, а сегодня 126 человек. Общество осуществляет плодотворную работу по трудоустройству и культурно-просветительскому воспитанию своих членов, привлекая их к активной жизни. С 2016 года отделение возглавляет Светлана Прозорова. У нас организация, она все-таки больше работает, чтобы люди находили что-то себе по интересу. Кто-то интеллектуально, кто-то спортом, кто-то музыкой, кто-то там в шашке. Чтобы люди дома, главное, чтобы не сидели дома, не замыкались в себе. Мы собираемся, мы все равны, и мы понимаем, и другим говорим, что на этом жизнь не закончилась. За 70 лет угличское отделение приобрело значительный опыт реабилитационной, хозяйственной, социально-культурной и иной деятельности. Такая работа стала возможной благодаря поддержке Ярославской областной общественной организации, Общероссийской организации инвалидов, Всероссийская ордена трудового красного знамени общества слепых. Ее председатель Александр Осипов вручил удостоверение ветеранов Всероссийского общества слепых людям, состоящим в организации более 20 лет. Организация – это люди. И сегодня мы участвуем людей, активных, и те, кто помогают обществу, уже кто-нибудь в своем здоровье, он всегда интересуется жизнью организации. Мы участвуем в конкурсах, проектах и на грезидентском уровне, и на благословно-муниципальных уровнях. Мы выиграем во всех конкурсах обилимпиз, конкурсах преодоления, заравные возможности. Во всех конкурсах, где участвуют, все принимают земные призовые места. Мы сегодня полноценно живем в жизни. Я думаю, что мы будем дальше продолжать и жить такой же жизнью. Благодаря местному отделению угличане, нуждающиеся в квалифицированной психологической и юридической помощи, не остаются со своими проблемами один на один, а всегда находят надежную защиту и поддержку. Когда меня первый раз в комиссию отправила, врачебная, то есть дала адрес нашего ВОЗ, ну здесь местного, я как бы тушевался туда идти, до последнего не шел. Когда пришел, ну я благодарен, что я пришел, встретил такого председателя, как Светлана Николаевна, которая приняла, сказать, в коллектив, в семью. Ну это у нас маленькая такая семья наша. Вот я ей благодарен, что она очень сильно помогла, также помогла пройти реабилитацию, съездить. В обществе проходят прекрасные вечера отдыха, конкурсы, литературные вечера, беседы, ведутся просмотры фильмов с тифлокомментариями, организуются спортивно-оздоровительные мероприятия. При обществе функционирует библиотечный пункт, в котором на сегодняшний день зарегистрировано 65 читателей. Несмотря на то, что актив организации составляют люди, имеющие серьезные проблемы со зрением или полностью слепые, члены общества несколько раз в год ездят на экскурсии в интересные места и открывают для себя новые грани окружающего мира. Продолжение следует...